Разбавитель для масляных красок. Чисточку там не моем, не промакиваем, только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость. Взяла белинца. В живописи масла мы начинаем с панового пятна, со среды обитания, картины, задачи. И мы просто вот эту мглу, мглу цветовую, фиолетовую, коричневатую, зеленоватую нашвыряем на кол. Будем делать это так. Смеснула вот эти влажноватые белила. То есть палитра у нас временно будет на халке. Взяла голубенький, розовенький, но сначала белила все-таки кинул сюда, чтобы не было слишком ядовитых цветов. Чтобы они сразу были несколько разбеленными. И начинаешь подшвыривать в этом сляхать краски розовинки, фиолетовинки, коричневинки. Все вместе они создадут некое красивое. Может быть даже чуть-чуть и желтинки где-нибудь. И даже желтинки. Потом, когда ты это все сделаешь, ты возьмешь мастихин. И мастихинчиком создашь эту мглу еще. То есть вот так. То есть всюду. Белила сначала кинешь везде. Белила вот эти с легкими цветнилами. Потом начнешь добавлять. То у тебя где-то прозвучит. Прямо, допустим, вгонишь белильца, вштрихуешь. То где-то, может быть, более внятные голубильца. И вот немножечко еще поуточняешь. После этого ты будешь брать мощно фиолетовости. И это уже будут цветки. И тоже штрешочечком. Когда ты все это накроешь. Это я просто на маленьком фрагменте показываю, как это примерно начнет появляться. Вот такие, вот такие, вот такие. Вот такие. Это и вот это. То же самое и зеленый будет. Зеленый это голубой и желтый. Я сейчас чуть-чуть анонсировал. Потом и вот они зелененькие наши. Вот они. А дальше я буду снова и снова показывать. Давай. Значит, пока пачкать холст. А штриховательные. Штриховательные. Хорошо? Штриховательные. Значит, берешь сейчас сиреневилки. И там, где у нас цветы, вот так штриховательно. Штриховательно. Только штриховательно. Вот это прекратить. А штрих. Пусть он вязко. Пусть он сопротивляется. Но нужен штрешочек. Нашвыряешь, нашвыряешь. Давай. Что-то... Смотри, как его делаешь. Возьми его по-человечески. Кажешь, жарится, как острейок, как орудие. Как орудие. Хорошо? Вот так вот не держу. Уже, уже, рука. Человека разумного. Значит, здесь у нас чуть темно, здесь у нас чуть светло, да? А здесь зеленый? Смотри. Значит, мы сначала цвет цветков сюда понашвыряем. Темно. Чуть-чуть, чуть-чуть темно. Чуть-чуть понашвыряем, понашвыряем. Плюс зеленивочка. И тоже. Чуть-чуть помигает этот зеленый. Помигает, помигает, помигает. То есть, пока мы не вырисовываем зеленые парки, а просто как цветовую, как цветовую забрасываем. Желтый, голубой. Можно плюс коричневый. Будет более теплый зеленок. И заодно сюда. Дно сюда, когда ты кинула вещество, ты дальше зашла вот таким способом. Посмотри, у тебя сразу сформируется идея ствола. Правда? Ствола этих веточек. Ну, а потом уже дальше будем там разбираться. После этого ты немножечко перейдешь на мелкий мастихин. И начнешь более густой красочкой, но тоже пока штриховательно, создавать уже какую-то комковатую рябь. Комковатенькую рябь уже штриховательно. Вот так. Да не, еще пока штриховательно, но уже более густой краской. Уже больше, да? Прорисованности как бы. И увенчано все это будет. Ну, ты ж уже вот сколько сделала. Ты ж с молоча, да? И увенчано все это будет. Еще более густой красочкой уже несколько моделировательно. То есть не все подряд мы закроем вот этими шпатлевками. Где-то у нас останутся вот эти мутности, но где-то появятся вот эти жесткости. Хорошо? Давай так. Так, ну, конечно, там листья крупные, но не до такой степени. Мы их крупненькими уложим, но не будем слишком. Значит, переходи на мелкий мастихин. Если что, загоняй туда фоновые. Да? Если сильно, сильно накидала. Вот эти вот пятнышки, тут будет хитрый ход. Да, пока не торопись, тут будет хитрый ход. Сначала давай сделаем там просто красивое пятно примерного цвета. А потом я тебе покажу, что с этим делаем. Еще. Можно эту картинку решить наихитрейшим способом. Боже упаси. Это ты намокала и перетоптала, 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 пока она не стала неопределенного цвета. Вот. Это если и класть, то класть вот так. Немного топчась. чтоб цвет отсутки сохранился. Но, у этой картинки есть другой еще способ решения. Мы сейчас его попробуем. Ты возьмешь тряпку вот такой розочкой. Девочки, если интересно, можете глянуть. Очень прикольный ход для сирени. Мы берем тряпочку вот такой розочкой. Вот такой вот. Вот у нас в руке вот такое что-то. Берем цвет, допустим, сиреневый. Берем. То есть, так, с веществом вполне. И макательно можно создать идею множества у цветка. Правда? Появляется идея множества? Макательно. Оттеночки. И так с каждым цветочечком. Именно с сиренькой можно вот так поиграть. Вкусно? То есть, по-своему молчите, да? Не очень вкусно. Или вкусно? Вот такое. И темненькие тоже. Вот они. Вот они. Вот они. Смотрите. Сиренечка. Сиренечка. Если мы потом к этому прибавим некоторую прописанность сирени, ну, скажем, не всю ее истоптать, а только несколькими вот этими четырехлистниками, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот такой вот они. Вот они. Чи-чуть. То уже нет ощущения, что это простецки решено только маканиями, А уже есть ощущение, что это писано, только непонятно каким способом. Правда? То есть потом чуть-чуть добавляем и вдруг становится вкусненько, умненько, чуть-чуть, чуть-чуть намокать четырехлистников. Ну, уже не намокать, а нарисовать кисточки. Вот такие. Чи-чи-чи-чи. Все. Полностью запутали зрителя, как мы это сделали. Прикольно? Попробуешь так? А вот здесь так можно? И беленький тоже так. Только возьмешь чистое место вы тряпочки. Можно не брать такой большой, большой вас кусок тряпки. Можно уменьшить его вдвое. Сделать более деликатненьким. Взять сейчас вот беленьца соседа парень типа заимствовала. Взять эти светлильца и тоже вот они, вот они. Но обрати внимание, что укладывая я чуть-чуть подмазываю. То есть не просто макаю, а чуть-чуть, чуть-чуть подмазываю. Хорошо? Ну, давай-ка. Макала. А надо немножечко. Это ты уж совсем маленький взяла. Прежде меру. А это другая фактура. Иметь разуме. не мотаем, а делаем некий мазок тряпкой. Ладно? Некий мазок. А пока это даже есть романтика такой. односложный. Чей-то он такой у тебя односложный. Помнишь, я его вот так вот сделал? А ты его потом заметил? Мусоль его пока он не стал односложным. Там есть просвечивающиеся ноги, ствол просвечивающиеся. Которые здесь перебиты цветком. Чего-чего? Розовый немножко не игнорирую. Тоже где-то подкладываю. У тебя все сиреневое. Нет, вот это. Розовый. Он так и называется. Краклак розовый. Кто бы видел рабочий инструмент, да? Вот такой. А ведь рабочий. Косматин. Смотри, вот я более внятно белый сейчас положу. А ты как бы робенько брала и вот так делай. вот так. Вот так делай. Вот так. А все-таки надо положить так, чтобы видны были кучу бурой краски. Плюс птенистый. Розовый. Там они розовыми. Ты как-то розовый все время в запущении у тебя. Слишком много косматого вот такого. Нету вот этого. вот этого. А именно оно дает ощущение. Ты видишь? То есть более мощный заквас. Более. То в пользу розового, то в пользу синего. Хорошо? Вот так. в центре потемнее, да? Да. Коричневый, синий будет темно-зеленый. Его можно чуть-чуть подшвырнуть. чуть-чуть взбиваю. Взбиваю. Мало того, у нас еще будет хитренькая возможность потом пустой кистью пустой кистью к этой жесткой прорисованности дать вот такую обобщающую мягкость. Текучую. Падающую. Чуть-чуть. Не все подряд, а так чуть-чуть. Вкуснее становится еще? Не очень уверенно заработался. Понятно, что ты не умеешь учить. Откуда что-то умеет. Вот здесь тоже только бледнее. Накидаешь, накидаешь. Посмотрите, вот они снаружи, да? Только в цвете. И где-то розовый, и где-то вот эти настроения цветовые. Есть там такое, да? Накидаешь, 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 накидаешь. Бледно не так, как в центре, Бледно. И тоже вот этой пустой кистью. Пустой. Заставишь ее стать пустой, растопыренной. Немножечко потом замутнишь эти края. Чуть-чуть замутнишь. Вот такое сделаешь. Смотри. Красота? Оставайся. Давай так. Спасибо. Ну, симпатичные звучики, звучики, по-русски. Долой, долой. Ого. Хорошо, хорошо. Ну, так это же художник работает. Молодец. Так. Ну-ка, давай немножко пару этих лепестойников положим. Смотри. Оно, да? Еще раз. Например. Так. То есть, как бы ромбики такие сложные по структуре ромбики. Хорошо? Либо отсюда, туда тоже формируется ромбич. Вот эти тоненькие профилечечки хозяевочки висят. И их тоже. и там какой-то кропопулика сидит. Смотри, берешь вот вот она траектория. Вот такая. Вот такая. Или оттуда туда. Или оттуда сюда. Давай. Иди. Так, ну, покеш. Ну, ничего. Очень зеленый. Ну, уже такой зеленый скучный. Ну, такой противный зеленый. давай какой-нибудь непротивный. Там же есть вот эта плиночка. Правда? Смотри. Хорошо, хорошо. Можно так и оставить. Ну, только не тот вкусный зеленый. не помнишь, мы с тобой ноги этих веточек рисовали. Вот они. Вот они. Одни ближе к стеклу, к нам. Ярче. Ярче. Другие чуть дальше темнее. Вот оно все. Скажите, что все точки у тебя надела вот как вы стекл 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 очень темно. В воде уместен будет еще вернее в воде и в стекле уместен будет еще и голубой. Белесик в воде может мигнуть. Там этого нет, ну просто я как бы тебе сейчас плиту рассказ о стекле и о воде. И сам блик. Даже если его там нет, пускай и живет. окно намек на окошко пусть так мы обычно блики видим. Можно чуть-чуть дать намек на блик на ребрышки. веточки все забыл к месту. Я предлагаю там этого нет, я предлагаю дать намек на веточки. а здесь уже за своим растением. можешь чуть-чуть пощупать вот такую укладку. Единственное, не перебивай полностью на эту укладку. Все-таки у нас достаточно веселенький мотивчик. Совсем не обязательно его перестраивать. теплости не хватает, желтости и коричневости не хватает этому цвету. Смотрите. Уже очень они противно зеленые. и так в зеленом чуть-чуть коричневый и уже не так противно. Да, какая-то прозрачность, почти акварельненькость сформировалась. О! Вообще еще и тоненькая, да? ножка. Ну давай вот эти свои крестики, которые ты начала. Нормальные, нормальные. Крестики. Что я делаю? там и там? Или вот их так куча, или вот стайка беленьких крестиков. Можешь положить. Вот эти вот вещи можешь чуть-чуть положить. Смотри, смотри. Раздавленные разбилы. вот такой синенький чуть-чуть. Только немножко может быть порядок наведи на палитре, чтобы тоже готов. Висячий характер фанового петна очень выгодно всегда звучит. Можешь воспользоваться этой выгодой. потёчный карантин. Вот такой. Давай так. А, ещё, ещё. Свет отсюда из-под теневой. Даже если его там нет, всегда выгодно прозвучит свет. свет из-под теневой. Выгоднейшие в живописи вещи. Предмет сразу становится в пространстве. Становится, да? Ну, возьмем надо делать, что ты сетей она не красиво очень вообще очень красивый кусок. Не надо ничего там продать. может быть здесь немножко съесть. Красиво жирно. Может уже больше ничего не надо? Очень живенький. крестик поставь. Ты их цель наставь. Смотри, они тебя разбросаны. Смотри, они тебя разбросаны. Один, второй, третий, четвертый. Один, второй, третий, четвертый. А там цель. Смотри, прям один-другой заслонял. Один-другой заслонял и зигзагом. И зигзагом. А можно просто процарапать? Процарапать, если вот так. Бессмыслено. Не надо. Красно. под этой кисточкой, которую мы с тобой уже. Плюс потом можешь прибавить еще и зеленоватых веток. Че-че, смотри, смотри. Вот они. Да? Че-че. Че. Все идеально сделала. Там такой нарядный зелененький гипертоник, что хочется его сделать. Ого. Вот таким парнячком.